Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Мы продолжаем с вами решать задачи по теме напряженности электрического поля. И напоминаю, что вы находитесь на канале «Физика. Это просто». Но оказывается, что и математика, и это уж не так сложно, если мы, естественно, ей занимаемся. Так вот, прежде чем мы будем решать задачку по физике, которая, как правило, вызывает сложности, это задача из сборника Московкиной 39-21, давайте с вами немножечко порассуждаем про математику. Нарисуем произвольный прямоугольный треугольник. Разделим гипотенузу на две равные части. Вот. И я сейчас должен доказать следующее. Вот это у нас А, Б. А сейчас внимательно, внимательно, вот эта половинка гипотенузы я обозначаю С. То есть, вся гипотенуза, вся гипотенуза, это у нас будет два С. А медиану, да, я обозначу буквой Д. И что я должен доказать? Я должен доказать, что Д равняется С. В любом треугольнике, если вы медиану проводите, она всегда будет равна половинке гипотенузы. Казалось бы, вот, я могу на этом остановиться, сказать, ну, так вот, так оно и есть. Но давайте всё-таки это с вами докажем. Достаточно интересно. Вот. Как я это буду доказывать? Ну, наверное, существует огромное количество способов. Вот я пойду, так сказать, своим путём. Я пойду, так сказать, своим путём. И я буду использовать теоремку косинусов. Напоминаю, что это такое. Вот если я нарисую любой произвольный треугольник А, В, там, С, обозначу вот этот уголок, допустим, альфа, то В в квадрате, то есть сторона, которая против этого угла лежит, будет равна А квадрат плюс С квадрат и минус удвоенное произведение вот этих сторон, между которыми этот угол находится, 2АС, и умножить на косинус угла альфа. Если это бета завид, угол бета, да, то тогда С квадрат будет равняться А квадрат плюс Б квадрат минус 2АВ косинус бета. Ну вот, этим я, так сказать, и воспользуюсь. Что же у нас получается? А получается следующее. Вот рассмотрим вот этот маленький треугольничек. Да? Вот, тогда у нас получается, что Д в квадрате, это у нас будет А квадрат плюс С квадрат и минус 2АС косинус угла альфа. А теперь рассмотрим большой вот этот вот треугольник. Я вижу, что против угла альфа лежит катет Б. Значит, Б квадрат, это будет опять-таки А квадрат, плюс вся гипотенуза в квадрате, а вся гипотенуза это 2С, потому что С это половинка гипотенузы, вся гипотенуза 2С, в квадрате, значит, будет 4С, и опять-таки минус 2АС, нет, 2А, 2С, да, удвоенное произведение этого на всю гипотенузу 2С, и опять-таки косинус угла альфа. Вот. А теперь давайте обратим внимание, что 2АС косинус альфа, это есть не что иное, 2С косинус альфа, это есть не что иное, как из первого уравнения, да, это будет у нас Д квадрат минус А квадрат минус С квадрат. Тогда я записываю, что В в квадрате это А квадрат плюс 4С минус 2, остается вот это вот, вот это вот двоечка, а вместо 2АС косинус альфа, я напишу Д квадрат минус А квадрат минус С в квадрате. В квадрат равняется А квадрат плюс 4С в квадрате, конечно, да, минус 2Д квадрат, плюс 2А квадрат и плюс 2С в квадрате. Тап. Д квадрат минус А квадрат минус С в квадрате. Та-да-да-да-дан! Что-то тут не то, что-то тут не то, что-то тут не то, 2Д минус 2Д квадрат, Что-то не то, ребятки. d квадрат, a квадрат, плюс c квадрат, минус 2c, косинус альфа, 2c квадрат. Ну, конечно, ёлки-палки, перевёл. Ну, ёлки-палки, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Смотрю, что-то не то получается. А когда не то получается, нужно всегда возвращаться к истокам от того, что начали. Ну, конечно же, 2ac косинус альфа я переношу в эту часть, а в этой будет a квадрат плюс c квадрат минус d в квадрате. Вот что это такое. Ну, тогда что у нас получается? Получается следующее, b квадрат равняется a квадрат плюс 4c квадрат минус вот этого двоечка. А 2ac косинус альфа, это у нас a квадрат плюс c квадрат минус d в квадрате. b квадрат равняется a квадрат плюс 4c квадрат минус 2a квадрат минус 2c квадрат и плюс 2d в квадрате. Ну, вот сейчас чуть-чуть получше. Значит, b квадрат это у нас не что иное. Смотрим, а квадрат минус 2а квадрат пока оставим. 4c квадрат минус 2c квадрат это будет 2c квадрат. Минус сейчас а квадрат, правильно? Вот. И что осталось? Плюс 2d в квадрате. О, приехали. Как говорится, приехали. Как бы что-то у нас вышло, правильно? А теперь вспомним теорему-то Пифагора. a квадрат плюс b квадрат равняется в нашем случае 4c в квадрате. 4c в квадрате. То есть, а квадрат, да, а квадрат, или подождите секунду, подождите. А, давайте сделаем так. b квадрат плюс а квадрат, во, это чуть-чуть будет интереснее. Будет равняться 2c квадрат плюс 2d квадрат, во. Но а квадрат плюс b квадрат, это 4c в квадрате. Значит, 4c квадрат равняется 2c квадрат плюс 2d квадрат. И отсюда будет следовать, что 2c в квадрате равняется 2d в квадрате. Ну и что мы доказали? Что c равняется d. Всё. c равняется d. Классно получилось. Мне самому, как говорится, понравилось. Итак, я сейчас могу это с большим удовольствием убрать. Вот. Потому что то, что мне было необходимо, я доказал. d равняется c. Правильно? Ну, а раз так, давайте с вами снова вернёмся к теореме Пифагора. Которая говорит нам о чём? Что а квадрат плюс b квадрат, да? Это есть не что иное, как c в квадрате. Ну, не в данной ситуации, а вот для этого самого треугольника. А квадрат, b квадрат, а это у нас c в квадрате. То есть, что я хочу сказать? Что половинка c, половинка c, ведь c равняется у нас чему? А квадрат плюс b квадрат. Вот. А половинка c пополам, это одна вторая. А квадрат плюс b квадрат. Вот. А это означает, что в данной ситуации d, которую мы ищем, это не что иное, как половинка а квадрат плюс b в квадрате. Вот это мы, так сказать, с вами должны знать. С точки зрения математики. Ну, а теперь задачка по физике. Задачка по физике. Которая говорит нам вот о чём. Положительный заряд находится вот здесь вот, да? В вершине прямого угла треугольника. В двух других вершинах треугольника величины напряжённости и один, и и два равны девять ньютонов на кулон и один ньютон на кулон. То есть напряжённость здесь и здесь и девять один. Ну, нам подумать. Вот где девять? Что такое напряжённость? Напряжённость, которая создаёт электрический заряд, это как ку на р квадрате. Да? То есть, чем меньше расстояние, тем больше напряжённость. Меньше расстояние в моём треугольнике это а. Значит, вот здесь у нас будет напряжённость и один, а здесь у нас в этом в углу будет напряжённость и два. А найти нужно напряжённость в задаче вот в этой самой точке на половине гипотенузы. Вот чему будет равняться там напряжённость. И вот здесь вот очень многие начинают делать ошибки. Это очень часто я видел. А они говорят, да, значит, ищем напряжённость в этой точке. Да, значит, тут будет девять, тут будет, допустим, один. Видите, в чём дело? Ну, это ж неправильно, ребятки. Ну, неправильно это. Кто создаёт электрическое поле? Единственный заряд, который находится вот здесь вот. Заряд ку. Значит, вокруг этого заряда в любой точке, да, будет существовать напряжённость электрического поля. Значит, напряжённость электрического поля будет здесь, 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 да где угодно. Вот. Ну, давайте с вами посмотрим. Напряжённость электрического поля И1 будет равняться как у и делённая на А в квадрате. Ага. А напряжённость электрического поля В точке 2 опять-таки будет ККУ, потому что один-единственный заряд создает электрическое поле вокруг него, И деленное на Б в квадрате. Видите, А квадрат, Б квадрат, ага, теорема Пифагора, как бы у нас складывается. Вот давайте найдем, чему будет равняться А квадрат. Это ККУ, И деленное на И1. А Б квадрат, это будет ККУ, деленное на И2. А сейчас, внимание, напряженность электрического поля вот в этой точке, И, обозначим просто-напросто, она будет равняться ИКУ, и деленное на что? На Д в квадрате. ККУ на Д в квадрате. А Д в квадрате, это у нас не что иное, как четверть А квадрат плюс Б в квадрате. Вот что у нас такое. Правильно? Поэтому я записываю, что напряженность электрического поля, это у нас будет ККУ, да? А Д в квадрате, четверть А квадрат плюс Б квадрат. Или это будет равняться ККУ. Четверочка эта поднимается вверх, а АБ, А квадрат плюс Б квадрат, это будет ККУ на И1 плюс ККУ на И2. Видите, как здорово получается? Тогда Арбакаку, вот это ККУ я вытаскиваю за скобку, а в скобках будет единица на И1 плюс единица на И2. И мы с вами видим, что вот эти вот самые ККУшки можно сократить. Вот, сократили. Освобождаем немножечко места. Тут у нас будет 4, а здесь у нас нужно сложить. Да, это будет И2 плюс Е1, ну потому что общий знаменатель Е1 и Е2, да, деленное на Е1 и Е2. Ну и тогда что же у нас получилось? У нас получилось, что И, которое мы ищем в этой точке, это у нас 4Е1 и Е2 деленное на Е1 плюс Е2. Вот такую мы с вами формулу и получили. Все. Значит, что же у нас получается? А у нас получается 1 умножить на 9, 9, 9 и 4, 36, 9 плюс 1, 10, и мы с вами получаем 3,6 ньютонов на ККУ. Вот так вот решается эта задача. Смотрите, я наговорил здесь, может быть, не хочу сказать, что лишнего, да, но наговорил. Вот. Но вот если вы внимательно после этого потихонечку возьмете чистый лист бумаги и эту задачку еще раз решите, значит, все в голове станет на свои места. Учите физику. На самом суперском канале физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признателен и благодарен. Ну и лайк все будет поставить. Все, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»